Привет, друзья! С вами Кирилл, и мы продолжаем говорить об английском. Изучая любой иностранный язык, человек сталкивается не только с набором незнакомых слов и правилами грамматики, но и соприкасается с культурой другого народа. Одно из проявлений культуры – это пословицы и поговорки, принятые в языке и передающиеся из поколения в поколение. Например, даже если вы раньше не встречали такую фразу, будет несложно догадаться о значении и найти аналог в русском. The apple doesn't fall far from the tree. Перевод – яблоко от яблони недалеко падает. Это значит, что дети часто перенимают черты характера и привычки родителей, особенно негативные. А вот другой вариант – no man is an island. Если переведем дословно, получается, что ни один мужчина или человек не является островом. Здесь уже будет сложнее догадаться о значении. Если мы обратимся к толковому словарю, то узнаем, что эта фраза значит, что человеку тяжело в одиночку справляться с чем-то. Человек не остров, он не может быть полностью отделен от общества. Аналог в русском языке – один в поле не воин. Пословиц и поговорок в английском языке довольно много. Некоторые из них постепенно устаревают и употребляются все меньше. Другие же достаточно активно используются в речи. Сегодня я хочу разобрать 15 популярных пословиц и поговорок, которые я не раз встречал в речи, в фильмах и мультфильмах, и которые желательно знать всем. Прежде чем услышать мой вариант перевода на русский язык, попробуйте самостоятельно подобрать фразу с похожим смыслом в русском языке. Если вам известны другие пословицы, пожалуйста, напишите их с переводом в комментариях. Думаю, что всем будет интересно почитать. А мы приступаем. Better late than never. Лучше поздно, чем никогда. Пусть что-то случится позже, чем планировалось или хотелось, чем не случится вообще. Better late than never. Better safe than sorry. Буквально значит «лучше быть в безопасности, чем жалеть о чем-то». Лучше перестраховаться, береженного бог бережет. Лучше перетрусить, чем недотрусить. Говорится в ситуациях, когда желательно сделать что-то для подстраховки, а не махнуть рукой на возможные негативные последствия. Better safe than sorry. Old habits die hard. Старые привычки умирают с трудом. От старой привычки сложно избавиться. Говорится в ситуациях, когда человеку сложно себя переделать и приходится прилагать много усилий, чтобы измениться. Не суди о книге по обложке. Другие переводы на русский язык не суди по внешности. Внешность обманчива. Встречают по одежке, а провожают по уму. Употребляется в ситуациях, когда нельзя сделать выводы, основываясь только на внешнем впечатлении. Практика ведет к совершенству. Если вы хотите добиться успеха в каком-то деле, как можно больше практикуйтесь. Обычно эта фраза употребляется, когда нужно стиснуть зубы и много-много тренироваться, делать что-то для того, чтобы достичь хороших результатов. Например, в английском. Practice makes perfect. Every cloud has a silver lining. В каждой неприятной ситуации можно найти свои плюсы. Аналог в русском языке – нет худа без добра. Говорится в попытке найти положительные моменты в неприятной ситуации. Красота в глазах смотрящего. Это значит, что у каждого человека свое видение прекрасного и красоты в этом мире. Наши взгляды на красоту всегда субъективны. Beauty is in the eye of the beholder. You can teach an old dog new tricks. Невозможно научить старую собаку новым трюкам. Говорится в ситуациях, когда у человека настолько укоренились привычки и манера поведения, что теперь его очень сложно переделать и научить чему-то новому, особенно если человек сам в этом не заинтересован. Применимо в ситуации, когда, например, бабушка не хочет осваивать смартфон. You can teach an old dog new tricks. No pain, no gain. Это популярная в мире фитнеса и спорта фраза, которая красуется на футболках и спортивных сумках, значит, без боли не будет результата. По-нашему, без труда не вытяни шерепку из труда. Говорится в ситуациях, когда нужно поднапрячь силы, чтобы добиться результата. No pain, no gain. It's a small world. Мир маленький или мир тесен. Как тесен мир? Говорится, когда вы обнаруживаете, что чей-то знакомый оказывается и вашим знакомым тоже. Или когда вы встречаете старого знакомого в совершенно неожиданной ситуации. It's a small world. There is no place like home. Нет места подобного дому. Эта фраза значит, что родной дом – это лучшее место для человека. Самое приятное, надежное и безопасное. Употребляется в ситуации, когда вы, например, возвращаетесь из поездки или гостей домой и понимаете, что дом – это лучшее место для вас. Эквивалент в русском языке – в гостях хорошо, а дома лучше. Мой дом – моя крепость. There is no place like home. Two heads are better than one. Одна голова хорошо, а две лучше. Говорится, когда не стоит пренебрегать помощью другого человека в решении какого-то вопроса. Two heads are better than one. Don't count your chickens before they hatch. Не считай цыплят до того, как они вылупятся. Или цыплят по осени считают. Эта фраза употребляется, когда вы хотите предостеречь кого-то от преждевременных выводов. Или предупредить не радоваться раньше времени и не делить шкуру неубитого медведя. Don't count your chickens before they hatch. There are plenty of fish in the sea. Или There are plenty more fish in the sea. В море полно рыбы. Эта фраза обычно говорится как утешение кого-либо после их неудачно сложившихся романтических отношений. Она значит, обязательно найдешь кого-нибудь. У тебя еще много шансов на счастье в личной жизни. There are plenty of fish in the sea. The early bird catches the worm. Ранняя пташка ловит червячка. Говорится в ситуациях, когда нужно быстро реагировать и делать что-то быстрее других, чтобы достичь желаемой цели. Или в ситуациях, когда кто-то рано встает. Кто рано встает, тому Бог дает. Также она часто сокращается до варианта early bird. И называет в этом случае человека, который рано встает или заранее приходит куда-то. The early bird catches the worm. Вот такой набор пословиц и поговорок у нас сегодня получился. Пишите в комментариях варианты, которые были для вас в новинку. А также дополните список своими предложениями. В описании под этим видео ссылки на другие ресурсы с полезными материалами для изучения английского языка. Надеюсь, этот урок вам понравился. Жду ваши комментарии. С вами был Кирилл. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok